5 октября на скейтроллер площадки расположенной на территории стадиона муховиц города пружаны прошел открытый районный чемпионат по кик скутерингу скейтбордингу и bmx фристайл соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из разных регионов беларуси организатором мероприятия выступил пружанский районный физкультурно-спортивный клуб муховиц соревнования прошли при поддержке и участие скейт-парка магистр из минска открыл соревнование заместитель председателя пружанского райисполкома руслан супри нович сегодня встречается первый такой спортивный праздник на территории города пружан благодаря национальному олимпийскому комитету появилась спортивная жемчужина новыми видами спорта и было принято решение провести открытый чемпионат города пружаны скейтингу данный турнир станет ежегодным благодаря нашему спонсору это пмк 21 которая является также генеральным подрядчиком этого объекта мы видим сколько энергии радость и оптимизма у этих молодых спортсменов рады что данный объект не напрасно построен он пользуется большим спросом и будет пользоваться большим спросом на благо и развития белорусского спорта вот действительно наша кружанщина спортивная наряду с ледовой ареной водным дворцом прекрасная построена скейт-площадка которая пользуется спросом на всех возрастных групп здесь можно видеть и родителей с детками здесь дедушки и бабушки приходят некоторые возрастные пробуют свои силы на скейт-площадке современный вид спорта радость что он находится именно в кружанщине и имеет не одна площадка не в каждом районном центре таких две площадки плата и районных властей и непосредственно ее председателю михайловичу я думаю что в дальнейшем мы такие площадки будем видеть как в кружанах в других агро городках это очень радует сегодня команда магистр приехала начался чемпионат дисциплины бэймикс заключающийся в выполнении трюков и акробатических номеров на специальных велосипедах затем на старт вышли скейтбордисты замыкал тройку спортивных дисциплин кик скутеринг популярный в последнее время у молодежи вид спорта заключающийся в выполнении гимнастических или акробатических элементов на трюковом самокате в рамках соревнований прошли также мастер-классы спортсменов экстремалов сегодня мы приехали на соревнования которое проводит скейт-парк магистр в честь этого вот собралось очень много ребят все классно катаются, все прогрессируют, все показывают какой-то запредельный уровень катания в этом скейт-парке выжимают из него последние соки, что возможно что хочется сказать, почаще бы у нас проводили такие мероприятия потому что без них на самом деле как-то тускло, скажем так, спорт себя ощущает потому что в целом уровень спорта и уровень ребят растет когда проводится постоянное соревнование и появляется конкуренция ребята могут конкурировать между друг другом, между городами, между областями и это будет добавлять уровня нашему самокату, скейтборду как мы оценивали трюки например, у каждой дисциплины есть свои трюки например, на скейте они называются по одному у нас в BMX или самокате по другому но в целом суть одна и та же чем сложнее трюк, по мнению наших судей наши судьи это профессиональные райдеры сегодня вот приехали по самокату очень крутые ребята, которые судили соответственно скейт судил один из лучших райдеров Беларуси в целом поэтому они оценивали их по своему профессиональному мнению и по крутости исполнения трюков вот и самое главное, чтобы вот трюк, например, кто-то сделал один это не очень круто, но если один человек сделал несколько трюков на разных фигурах это вообще супер зачет вот ребята, которые заняли призовые места они, конечно же, достойны самых высоких похвал потому что они сделали на каждой фигуре взор жесткие трюки как по самокату, так и по скейту, так и по BMX в скейт роллер площадки царила дружественная атмосфера присутствовало много болельщиков и зрителей разных возрастов ну это так классно, приди посмотреть как внук нанимает участие это в сутки классно, что у них есть такое место и мы рады, что он занимается потому что, мне кажется, это здоровье активность это всегда в цене это всегда приятно с нами с бабушками с родителями соревнования прошли максимально зрелищно и динамично лучшие по итогам турнира получили награды и памятные призы ну сюда, yelled о нем будет всем приятным дням за Continivание за второе место в дисциплинине кик-скутеринг занял спортсмен из пружан Алексей Папко на самокате начал кататься четыре с половиной года назад иногда, ну там иногда, бывалось катание бывали травмы иногда там с деталями были проблемы Начал я кататься с другом, он меня позвал на самокат, мы решили вместе начать Сначала не было парков, учились кататься на бортурах, ну и как бы просто по улицам Потом в 23-м году появился парк возле райисполкома, мы начали кататься там Но, как бы, парк там был не очень большой И вот полгода назад появился этот скейт-парк, намного лучше здесь, намного лучше условия Есть чем заняться Все, катаемся здесь, приезжаем, делаем трюки новые, учимся, в общем нравится все Скейт-роллер-площадка в Пружанах стала подарком городу от Национального Олимпийского комитета Ее открытие прошло в рамках проведения в Пружанах культурно-спортивного фестиваля в Итоке Открытие спортивного объекта такого уровня способствует продвижению современных видов спорта среди молодежи Активному проведению свободного времени и здоровому образу жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...